Добрый день уважаемые коллеги, это пятничный обзор от компании Техмелу и с вами я Артур Идиатуин. Вчера и сегодня у нас появились важные данные по китайской экономике и европейской экономике, которые смогли дать некоторую информацию о перспективах мирового спроса. Экспорт Китая у нас в мае вырос на 12,6% в годовом выражении, замедлился по сравнению с апрелем, все равно указывая на устойчивость внешнего спроса на продукцию, вторую по величине экономики мира. Торговый конфликт США с Китаем еще не достиг своего апогея, однако сохранение телекоммуникационной компании Китая ZTE к американскому рынку, несмотря на высокие штрафы, вселяет надежду на то, что страны сумеют договориться до окончания консультационного периода. А внутренний спрос китайской экономике также не вызывает беспокойства. Импорт у нас вырос на рекордные 26% в годовом выражении, превысив прогноз по 17,2%. Данные, опубликованные во время обострившихся отношений с США, могут свидетельствовать о том, что Поднебесная предпринимает усилия выравнивания торгового обмена со своими торговыми партнерами. Китайский экспорт пока остается неуязвимым в международной торговле, несмотря на угрозу администрации Трампа, которая в случае неудачи в переговорах может ввести тарифы на 50 млрд долларов китайских товаров, которые экспортируются в США. Третий раунд переговоров, завершившийся в Пекине на прошлой неделе, не принес никаких значимых результатов, так как китайское руководство не прогибается и угрожает ввести ответные меры, которые рискуют аннулировать предыдущие достижения в переговорах, а именно обещание увеличить закупки углеводородов и фермерской продукции из США. Предупреждение Трампа привести товарообмен с Китаем в соответствии с его видением справедливой торговли не начали появляться еще в прошлом году, однако статистика показывает, что экспорт Китая в США у нас продолжает расти и вырос на 13,6% в годовом выражении с начала года, в то время как импорт увеличился всего лишь на 1,9% за тот же период. Соответственно, торговый дефицит США у нас с Китаем возрос до 104 миллиардов долларов в мае, с 92 миллиардов долларов в мае прошлого года. Китайский рынок акций не может избавиться от мрачных настроений из-за угрозы тарифов, поэтому закрылся в минусе в пятницу. Шанхайский импозитный индекс, как вы видите, сегодня снизился на более чем 1%, в то время как гонконгский индекс у нас сумел остановиться и прибавил почти 1%. По японской экономике у нас вышла слабая экономическая статистика, которая соответствовала на японские рынки, которые отступили от максимума 2,5 месяцев, следуя за динамикой американских фондовых площадок. Вчера вышел целый ряд данных по японской экономике. Это данные по ОВП и потреблению. У нас потребление сократилось на 0,1% в первом квартале, в то время как номинальный ОВП у нас не оправдал ожиданий, сократился на большее значение, чем ожидалось, это 0,4%. Важный показатель здоровья японской экономики – это торговый баланс, так как Япония у нас преимущественно страна-экспортер, у нас также не оправдал ожидания, причем значительно. В апреле торговый баланс у нас профицит составил 573 миллиарда долларов, в втором рынке ожидали 742 миллиарда долларов. Это же, конечно, такая слабая статистика у нас отдаляет тот момент, когда у нас Банк Японии сможет перейти к каким-то уверенным замечаниям, по-моему, до того, когда все-таки он сможет начать сокращение скупки бандов на рынке, то есть перейти к нормализации политики. Также на японские рынки у нас влияет расследование США в автомобильном секторе, которое угрожает тем, что США могут ввести тарифы на автомобильную продукцию японских производителей или ввести штрафы, поэтому сейчас японские производители автомобилей у нас также подвешены на некоторой неопределенности. Иена, пользуясь со спросом в период негативных потрясений, скорее всего, продолжит укрепляться против доллара, так как на выходных у нас произойдет встреча министра G7, которая может принести негативные результаты для рынков. Трамп у нас настроен отрицательно, не желает каких-либо сейчас дружелюбных переговоров и у нас полностью озабочен восстановлением торгового баланса США. Поэтому ключевая цель у нас по паре доллар-иена, которая у нас сегодня снизилась на 0,3%. У нас цель остается уровень 108,50, который был достигнут на итальянском кризисе. И эта цель довольно-таки вероятна, учитывая то, что сколько сейчас еще не ожидает нас неопределенных исходов в плане денежной политики и каких-то политических решений. По индексу ВИКС, индекс страха от S&P 500, мы наблюдаем дальнейшее снижение в сторону 11 пунктов, так как продавцы волатильности у нас пользуются моментом, чтобы погасить и нам на всплеск в неопределенности. Однако, согласно гипотезе о возвращении к среднему, средний уровень для ВИКС у нас долгосрочный, это 20 пунктов. Это говорит о том, что он, вероятно, долго не задержится на низких текущих значениях и делать ставки на дальнейшее спокойствие рискованно. Скорее всего, опционный трейдер у нас сейчас будет набирать позиции, то есть скупать путь опционный по доллар-иене, что усиливает вероятность снижения этой пары. Европейский Центральный Банк будет обсуждать у нас в следующей неделе в четверых сокращение программы скупки активов. Это долгожданное решение, которое, однако, будет негативно влиять на фонды и площадки в Европе и, конечно же, положительно на евро. Главный экономист еврозоны Петр Пратт на этой неделе послал рынком ястребинный сигнал, который усилил отскок евро-доллара до уровня 1,18. Экономические данные по еврозоне порадовали вчера, в частности, это потребление домохозяйств, которое у нас превзошло. Ожидание показательно состояло в первом квартале на целых 0,5%, вопреки прогнозу на целых 0,2%. Однако, довольно значимым также показателем стали заказы на продукции немецких фабрик, которые в апреле не оправдали ожидания и в годовом выражении снизились на целых 0,1%, хотя прогноз был на уровне 3,6%. Другой важный показатель по американской экономике это у нас потребительское кредитование. У нас потребитель принимает решения, исходя из вперед смотрящих прогнозов по своему собственному потреблению, и поэтому снижение в данном случае потребительского кредитования, точнее, значение, которое не оправдывает прогнозы, говорит о том, что потребители останутся менее уверены в своем будущем, и поэтому, что вызывает беспокойство по поводу состояния американской экономики. Не стоит также забывать, что рынок у нас заложил в доллар саммит КНДР США, который в случае срыва может усилить неприятие к риску и вызвать откат по американской валюте. На валютном рынке по основным валютным парам сегодня у нас прослеживается наступление доллара. Начали по евро-доллару, по фунт-доллару и по доллар-гене у нас начали усиленно скупать доллар в начале лондонской сессии. Это как раз происходит из-за того, что на следующей неделе у нас также произойдет заседание ФРС, которое более-менее предсказуемо, на котором оно собирается поднять ключевую ставку, что, конечно, является бычьим сигналом для доллара. На фоне ФРС ЕЦБ у нас выглядит менее определенным, учитывая тот горький опыт, который трейдеры получили на предыдущих заседаниях ЕЦБ, где Драги несколько раз упорно наставил на том, что пока не стоит заводить разговор о сокращении программы скупки активов или разговоре о сроках завершения данной программы. Цель по евро-доллару у нас все равно ставится уровень 1,1950 в среднестрочной перспективе с возможным откатом, если риторика Драги покажется, что рынок менее остребинный, чем предполагалось. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в понедельник.